Сегодня в Ставрополе зажгли первую ёлку. На площади возле Дворца детского творчества малыши и сказочные герои открыли череду новогодних мероприятий. И пусть до волшебного зимнего приключения больше трёх недель настроение у Анастасии Ивановской тоже уже праздничное. Она сейчас находится в студии и готова рассказать о новогоднем антураже и о том, как сделать праздник ещё интереснее. Настя, тебе слово. Спасибо, Илья. Новый год – это время, когда сказка становится явью. В воздухе буквально витает волшебство. Со всего света уже полетели послания на почту Деда Мороза в Великий Устюг. Сегодня он получил уже больше трёх миллионов весточек от взрослых и детей. Зимний волшебник их читает и вместе с помощниками сортирует. Да-да, это я, российский Дед Мороз, главный волшебник страны. Подарки же у волшебника самые настоящие. Обратное письмо с пожеланиями, грамоты от Деда Мороза, мягкие игрушки, конструкторы, талисманы, магниты и календари. Для взрослых – прайс-лист. Подарок можно выбрать на любой вкус и кошелёк от 30 рублей до полутора тысяч. Но не забудьте добавить услуги почты. Доставка письма обойдётся в 100 рублей. Посылки – от полутысячи до полутора. В зависимости от веса и региона страны. При групповом заказе от пяти человек – скидка. Есть и другой способ создать праздничное настроение и обменяться подарками. Анонимный Дед Мороз. Стать им может каждый, независимо от возраста и места жительства. Кто-то устраивает праздничную акцию в коллективах, составляет список и тайно выбирает получателей. А есть интернет-сервисы. Раз в год все желающие регистрируют свой почтовый адрес. А спустя какое-то время получают другой, куда обязуются отправить любой, даже символический подарок. Проект «Анонимный Дед Мороз» был впервые организован в 2012 году рижским веб-дизайнером. Тогда тайными волшебниками стали почти 4000 человек из 12 стран. Но популярность возрастала с каждым годом. Дальше 5500 человек, 12, 14. География подарков охватила 76 стран. В этом году, скорее всего, рекорд будет побит. В эту игру регулярно играют известные люди. К примеру, Билл Гейтс, основатель Microsoft, постоянный участник программы «Тайны Санта», в 2016-м одарил девушку-геймеры США. Она получила сразу несколько стилизованных подарков от миллиардера. А в 2015-м, узнав, что его адресат работала волонтером в Замбии, Гейтс сделал крупное пожертвование от ее имени в фонд борьбы с малярией. В Ставропольском же крае своя зимняя благотворительная сказка. Вместе теплее ее проводит фонд социальной поддержки населения края совместно с нашей телекомпанией. Каждый желающий может связать, шить, в общем, смастерить варежки, прислать их по почте или принести лично в фонд. Работы принимаются до 15 декабря. Затем они попадут на выставку. Там каждый сможет купить эксклюзивные варежки. Эти деньги поступят на счет фонда социальной поддержки. И затем будет оказана помощь жителям нашего края, которые оказались в беде, которые за помощью приходят в наш фонд. Прособы разные абсолютно. Есть ситуации тяжелые, есть очень тяжелые. Просят на лечение. Если это лечение не может быть предоставлено в рамках государственной помощи. Я предлагаю всем присоединиться к этой акции, пока еще можно это сделать. И до 15 числа принести, привезти или прислать к нам вот свои работы замечательные. Обязательно всех приглашаю. Я также и на открытие нашей главной Ставропольской краевой новогодней елки. 15 декабря в Ставрополе на главной площади. Приходите, начинаем Новый год. Кстати, Дедушка Мороз уже ждет ваших звонков. Поговорить с волшебником можно прямо сейчас. Бесплатно. У него появился номер в нескольких городах России. Здравствуй, здравствуй. Это я, Дедушка Мороз. Поздоровайся и ты со мной. Здравствуй, Дедушка. Молодец. Как тебя зовут? Настенька. Какое хорошее имя. А ты себя хорошо ведешь? Как мне кажется, отлично. Но, прости, Дедушка, не могу. Долго с тобой разговаривать. Слово в студию передавать надо. Илья, а как ты себя вел в 2017 году? Настя, конечно же, в этом году я вел себя хорошо. Хотя год еще не закончился.